всем привет вы на канале коптер тайм меня зовут артем мы подготовили для вас порцию интересных новостей в мире дронов ну и собственно говоря не только и поехали разбираться платформа на базе искусственного интеллекта open space объявила поддержки камеры сфер от инста 360 теперь пользователи диджей мавик air 2 и air 2s могут конвертировать отснятый материал с дрона ультра реалистичные 3d объекты всего лишь за 15 минут основным требованием для работы мощной платформы компании является 360 градусная съемка рабочего места движок под названием open space vision engine автоматически сопоставляет каждое изображение в отснятом материале с поэтажными планами предоставляя строителям копию их строительных площадок модель дает возможность просматривать и перемещаться по ней а процесс создания ее занимает всего 15 минут open space упрощает документирование расширяя поддержку камеры сфер которые совместимы с дронами диджей мавик air 2 и air 2s съемка с помощью сфер открывает возможность получения нескольких планов с одного и того же полет в дополнение к широкоугольным кадрам самого дрона даже неопытные пилоты попла могут добиться качественных снимков без необходимости повторять полет поддержка сфер скоро станет общедоступной для всех клиентов компания диджей выпустила обновление прошивки для пульта диджей rc новый пакет прошивки от января 2023 года обновляет прошивку диджей rc до версии 0102 0300 также было обновлено приложение диджей fly до версии 1.9.1 обновление оптимизирует бортовой регистратор и исправляет некоторые незначительные ошибки в пульте дистанционного управления обновление диджей fly также устраняет некоторые проблемы и оптимизирует общее качество приложения диджей ма-330 с тепловизором находит воров в штате огайо полицейские получившиеся распоряжение дрон диджей ма-330 с тепловизором теперь быстрее и успешнее находят преступников они смогли обнаружить и выследить одного из двух подростков подозреваемых в угоне автомобиля с помощью тепловизионной камеры дрон ну понятно да что к чему полицейские утверждают что без такого устройства шансы найти преступников были бы гораздо ниже ну примерно как играть в лотерею в новой зеландии управление гражданской авиации одобрило проект который будет использовать бпла с фиксированным крылом для наблюдения за дельфинами мауи 63 это некоммерческая группа которая работает над технологиями наблюдения и охраной дикой природы они уже создали беспилотник с искусственным интеллектом который может находить и отслеживать дельфинов которые близки к вымиранию но сначала им должны были дать разрешение на использование беспилотника за пределами прямой видимости чтобы беспилотник с неподвижным крылом могли летать очень далеко от берега разрешение получено на участок океана протяженностью 50 километров дарик бергойн вышел в лес чтобы с дрона понаблюдать за тремя лосями но очень вовремя включил запись и снял как один из них сбрасывает рога примечательно что они это делают сразу оба обычно лоси избавляются от них по очереди с интервалом в несколько часов а иногда и несколько дней на ютубе ролик за 10 дней набрал более 200 тысяч просмотров и множество восхитительных комментариев любителей дикой природы необычно крайне необычно приложение для автономного полета drone deploy добавляет поддержку диджай мавик 3 и платформу планирования полетов дрон диплой теперь поддерживает автономные картографические миссии на новом дроне диджай мавик 3 энтерпрайз приложение можно установить непосредственно на пульт через amazon и 100 в настоящее время поддерживается только стандартные планы карт но дрон диплой гарантирует что в будущем будет поддерживаться больше типов полетов и функций такие как распознавание местности и объединение миссии в цепочке прямо сейчас компания находится в процессе в это тестирование мавик 3e ртк capture и планирует выпустить его марте 2023 года также вам можете подключиться к стене ты к в приложении titre и пайл два выполнять полеты и захват с помощью приложения держа и пойдут два а также загружайте обрабатывать изображение с исправлением artegehen дрон дип dimensions и если вы используете приложение трон диплей не стандартных планов карт принудительно остановите приложение держа и пайл 2 перед запуском дрон диплей чтобы принудительно остановить диджай и пайл 2 перейдите в настройки устройства приложение и уведомление, DJI Pilot 2 и принудительная остановка. Обратите внимание, что стандартная серия дронов Mavic 3 не поддерживается в Tron Deploy, поскольку DJI не выпустила для нее сторонний SDK. И переходим к следующей не менее интересной новости. Футбольный матч был остановлен из-за дрона на стадионе. На стадионе Сент-Мэри матч был остановлен на 5 минут из-за несанкционированного полета дрона. Судья Майкл Солсбери удалил игроков с поля в соответствии с правилами безопасности английской Premier League. Это не первый подобный полет. В прошлом году уже был похожий случай, а в 2021 году отборочный матч Чемпионата мира по футболу между Молдовой и Австрией был отложен на 30 минут из-за аналогичного инцидента. Бывший сотрудник Amazon считает, что его уволили за высказывание опасности по поводу безопасности доставки дрона. Чедди Скитт был уволен в марте прошлого года. Сейчас он собирается судиться с компанией, считая, что был уволен непосредственно из-за его высказываний. Он высказал мнение, что доставка дронами Amazon не соответствует полностью всем требованиям безопасности. Компания Amazon уже несколько лет разрабатывает проекты по доставке БПЛА и стремится внедрить дроны в повседневную доставку. Расследование Bloomberg, проведенное в апреле 2022 года, показало, что программа Amazon Prime Air страдает от технических проблем, высокой текущей кадров и проблем с безопасностью. Как думаете, как там все-таки обстоят дела? И кто по итогу победит в суде? Бывший менеджер Скитт или все-таки Amazon? Ну, на самом деле, я думаю, что в любой компании есть такой человечек, да, как заноза в жопе, который все время говорит, что что-то идет не так. Хотя, кстати, мы уже не первый раз говорили про компанию Amazon и уже были случаи, когда действительно говорили о том, что они не совсем безопасные БПЛАшки используют для доставки груза. Ну, посмотрим, собственно говоря, что из этого получится. Если дальше будет информация по этому делу, мы обязательно вам расскажем. Поехали дальше. Новое решение для дронов DJI позволяет быстрее находить пропавших без вести людей. Появился новый технологический стартап, оснащенный запатентованным беспилотным решением, которое может помочь найти пропавшего человека всего за 30 минут в радиусе 50 метров. Ну, разработала устанавливаемый на беспилотник модуль, который использует радиосигнала для ускорения войска пропавших людей. Запатентованная технология работает путем триангуляции сигналов сотовой связи с мобильных устройств, заблудившихся туристов или жертв стихийных бедствий. Алгоритмы этой технологии не требуют активного сигнала сотовой сети, а значит, решение также может быть использовано в отдаленных районах или зонах стихийных бедствий, где инфраструктура сотовой сети недоступна или была отключена совсем. Решение, совместимое с сериями дронов DJI, Phantom и Matrice, отображает место положения человека на цифровой карте района поиска в режиме реального времени. И теперь переходим уже, наверное, к традиционной рубрике, а именно запреты. Запреты продолжают вводиться в регионах. В Воронежской области 20 января 2023 года в Калининградской области проект на запрет выносили на публичное обсуждение до 25 января включительно, так что ожидаем, что, скорее всего, скоро выйдет указ. Она хочет микрофон, говорит. Говорим микрофон. И переходим с вами, друзья, к рубрике «Полезные советы». И сегодня поговорим о том, как же все-таки устранить ошибку обновления прошивки дрона DJI Mavic Air 2. Последние обновления Mavic Air 2 могут вызывать ошибки в работе дрона. Компания DJI выпустила обновление прошивки для Mavic Air 2 в январе 2023 года. Версия прошивки Mavic Air 2 0.1.0.1.13.0.0. А пульт дистанционного управления RCN1 0.4.11.0.2.0.0. Это обновление предназначено для оптимизации работы и повышения общей стабильности программного обеспечения дрона. Если коротко, то прошивка исправляет ошибки предыдущих обновлений. Если вы не смогли установить данное обновление, то вот вам совет по устранению ошибок обновления прошивки Mavic Air 2. Используйте компьютер на Windows для загрузки приложения DJI. Включите дрон, но не включайте пульт дистанционного управления. Подождите около минуты, прежде чем подключаться к компьютеру. Запустите средства обновления и автоматически завершите работу. Загрузите программное обеспечение DJI Assistant 2 с официального веб-сайта DJI. Ссылочку также оставляю в описании. Подключите своему компьютеру и с помощью программного обеспечения Assistant обновите встроенный пол дрона до версии 0.1.0.1.13.0. Ссылочка для скачивания оставляем в описании. Если данная проблема останется, выключите и перезапустите дрон отдельно и подождите, пока не загорится желтый индикатор сзади. Теперь подключите и извлеките аккумулятор, чтобы перезапустить дрон. Возможно, вам придется повторить это действие несколько раз, пока индикатор не замигает красным или не загорится постоянно после запуска дрона. Как только это произойдет, вы можете подключить беспилотник к компьютеру и обновить встроенное ПО до последней версии. Переходим к следующей рубрике под названием «Вопрос-ответ». Сегодня мы поговорим, какой выбрать пульт DJI RC N1, DJI RC либо RC Pro. У компании DJI есть три различных варианта пульта дистанционного управления, доступных для их текущей линейки дронов. Mini 3 Pro, Air 2S, Mavic 3, Mavic 3 Classic, Mavic 3 Standard, Mavic 3 Sign и так далее. DJI RC N1, DJI RC и DJI RC Pro. Какой же из этих пультов все-таки выбрать? Все эти пульты дистанционного управления дают разные впечатления от полета и предлагаются по разным ценам. Если брать отдельно данные пульты, то есть стоимость для RC N1 – 160 долларов, DJI RC – 310 долларов, а RC Pro – аж 1200 долларов. Все эти пульты предлагают примерно одинаковый общий интерфейс со съемными джойстиками, зарядкой, функцией возврата домой, кнопкой паузы, переключателем режима полета, кнопкой записи и спуска затвора. Ну и, конечно же, колесиком на задней панели для управления подвесом, чтобы смотреть вверх и вниз во время полета. Подробненько про пульт DJI RC N1. RC N1 позволяет использовать собственное устройство в качестве экрана для управления дроном, ну, то есть ваш смартфон. Зажим подходит для большинства телефонов. Верхняя часть зажима – это антенна, так что не нужно беспокоиться о том, чтобы удлинить ее перед полетом. Она всегда находится в нужном положении. На верхней стороне пульта дистанционного управления также есть комбинированная кнопка спуска затвора и запись, и колесо для управления камерой и углом наклона подвеса. В нижней части пульта разъем для флешек и разъем для зарядки USB-C, которые можно использовать для подключения к компьютеру, обновления встроенного ПО с помощью приложения DJI System. На передней панели пульта расположены все кнопки. Функциональная кнопка, кнопка возврата домой и кнопка паузы, а также режим полета, кнопка питания и кнопка для переключения между режимами фото и видео съем. Внизу также есть набор светодиодов, которые показывают уровень заряда аккумулятора. В целом, качество сборки этого контроллера на высшем уровне. Он хорошо построен, удобно лежит в руках и у него приятные стики управления. Следующий, о котором поговорим, пульт DJI RC. Это новинка, которая вышла вместе с дроном DJI Mini 3 Pro. Отличительной особенностью DJI RC от RCN1 является экран яркостью 700 нит, 5,5 дюймов размером с разрешением 1080p, который избавляет от необходимости вставлять смартфон в пульт. Этот полностью интегрированный интерфейс в конечном итоге упрощает настройку, избавляет от отвлекающих факторов из-за сторонних уведомлений и звонков, а заодно экономит заряд батареи на телефоне. На верхней стороне пульта есть второе колесо, которому можно менять настройки камеры прямо на лету, не отрывая руки от контроллера. Это также позволяет плавно увеличивать изображение с помощью цифрового зума вместо использования сенсорного управления. DJI RC имеет две пользовательские кнопки на задней панели, которые можно запрограммировать под свои нужды и использовать не отрывая руки от управления. В нижней части контроллера есть слоты для карт microSD. В дизайне пульта отсутствуют внешние антенны, а они собственно говоря встроены прямо в корпус, что делает его визуально гораздо приятнее. Также впечатляет эргономика контроллера, он очень легкий и очень удобно лежит в руках. Но есть один минус, из-за того что он очень легкий, он может периодически издавать скрипящий звук, что может сделать ложное впечатление, что он дешевый. На самом деле пульт сделан очень качественно. И переходим к пульту DJI RC Pro, самому крутому жирному, наверное, прочному пульту, который есть у DJI. В RC Pro доступны почти все функции RC, что делает эти пульты в дистанционном управлении очень похожими. Дизайн очень похож на RC с отдельными кнопками спуска затвора и записи на верхней стороне, а также двумя колесиками для увеличения камеры и управления экспозицией. На задней панели у нас также есть пользовательские кнопки и место для хранения стиков. На передней панели находится встроенный экран. Он имеет такое же количество кнопок. А внизу есть порт USB-C для зарядки и также слот для microSD-карты. Но все эти кнопки слегка обновлены для улучшения удобства использования. Например, внизу находится мини-порт HDMI для отображения на большом экране. Есть дополнительные кнопки на передней панели, такие как пользовательская кнопка 5G, дающая еще 5 действий на выбор во время полета. А также кнопка внутреннего меню для навигации по операционной системе Android. Экран на этом пульте с более яркой панелью в 1000 нит и разрешение в него 1080p. Также есть возможность получить доступ ко всей операционной системе Android. Можно загружать приложение в стороннем режиме, просматривать галерею, управлять файлами и многое другое. Пульт имеет 32 ГБ встроенной памяти, а также система с четырьмя антеннами. Вероятно, это одно из самых крупных обновлений, которое делает лучший общий сигнал, а также лучшая дальность действия, в отличие от системы с двумя антеннами. Как, собственно говоря, в предыдущих пультах DJI RC N1 и DJI RC. Общее качество сборки является отличной чертой RC Pro. Он удобный, вес равномерно распределяется по всей поверхности, стики очень чувствительны и точны. Также есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 и поддержка карт в автономном режиме. RC имеет значительно худший сигнал, поступающий от контроллера. Затем идет RC N1, который имеет свою специальную внешнюю антенну. И затем идет RC Pro, который имеет систему с четырьмя антеннами. Напишите, друзья, в комментариях, что вы вообще думаете по поводу этих культов, какими вы пользуетесь и какие считаете самыми лучшими. И крайняя рубрика на сегодня, которая тоже нравится нашим подписчикам, я очень надеюсь, под названием «Место на карте». И сегодня поговорим про Архиз телескоп. Данное видео прислал наш подписчик Киенетрокс. Извини, если неправильно. В Архизе работает уникальная, самая большая в России обсерватория для наблюдения за космосом. Она состоит из трех частей и двух мощных телескопов. И туда можно приехать на экскурсию. Первый телескоп находится недалеко от поселка Нижний Архиз, у подножия горы Пастухова, на высоте 2100 метров. Она представляет из себя огромный белоснежный купол высотой 53 метра, шириной 44 метра. По ночам в нем открывается подолговатая крыша, и в темноту вглядывается глаз огромного телескопа. Купол может вращаться во все стороны, помогая открыть нужный кусочек неба для наблюдателя. И это один из самых больших оптических телескопов в мире. Диаметр его зеркала 6 метров. Оно было сделано на заводе оптического стекла в подмосковном Латкарино в 1974 году. И в 1974 году перевезено в Архиз. Телескоп работает каждую ночь с 1976 года, при хорошей погоде. До 1993 года этот телескоп был крупнейшим на всей Земле. Второй телескоп находится в 20 километрах от Нижнего Архиза, на окраине станицы Зеленчукска. На сегодня у нас все. Я надеюсь, данный выпуск был вам полезен, он вам понравился. И если это так, обязательно ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарии. И всем удачи, и пока!